Здравствуйте, это колонка главного редактора в студии Дмитрий Нечаев. Ну что сказать, эта неделя была настолько насыщена событиями, что, как говорится, не знаешь, с чего начать. И пока берешься за одну какую-то тему, то в это время еще несколько новых подоспевает. И все же давайте о самом важном, о том, что сегодня обсуждают почти все. Итак, Запорожье, Херсонская область, ЛНР и ДНР наконец-то смогут стать частью России. Начавшийся пятидневный референдум открывает двери жителям освобожденных территорий в будущее вместе с нашей исторически единой страной. Прозападный украинский режим, науськиваемый своими заокеанскими кураторами, этими светочами и провозвестниками демократии, изо всех сил сопротивляется свободному волеизъявлению жителей Востока Украины. Из чего бы это, да? Уж не от того ли, что США и их сателлиты агонически цепляются за свои зашатавшиеся планы на мировое господство, за свои шкурные интересы, за чужие ресурсы. И здесь, знаете, надо отдать должное мужеству дончан, запорожцев, которые, несмотря на лютый террор и запредельное давление со стороны так называемых западных благодетелей и своих же укрокарателей, все же решительно добивались и при поддержке России добились возможности самим решать, с кем им идти дальше. Намедник, глава марионеточного киевского режима, снова прогибаясь перед своими хозяевами, в расчете на зарубежную аудиторию, что-то нес про агрессию России, про вторжение на Украину, снова просил побольше оружия, пушек, танков, дальнобойных снарядов, чтобы щедро посыпать ими вроде как свои же города, убивать своих же сограждан, мирных жителей, женщин, детей. И вот тут хочется задать вопрос некоторым заукраинцам. Вы правда считаете, что все это нормальные современные методы, что именно так должны работать демократические институты? Или все же при выборе пути развития, формы существования того или иного социума, главенствующим принципом должно быть свободное и искреннее желание и воля народа, населяющего эту территорию? И к этому не должны примешиваться и насаждаться силой никакие политико-экономические интересы других государств, тем более заокеанских. Ведь только сами люди, сам народ вправе самостоятельно определять, с кем и в каком направлении двигаться дальше. Сегодня представители коллективного Запада с помощью мощнейшей пропагандистской машины рисуют искаженную картину событий на востоке Украины. Пытаются выставить себя в виде благодетелей и заступников. А нашу страну, имеющую буквально родственные отношения с братским народом, выставляют в образе агрессора и захватчика. И вот для того, чтобы лично разобраться в происходящем, я недавно сам побывал с рабочей поездкой в Запорожье. Я уже рассказывал об этом. Как объехал немало городов и сел в прифронтовых районах. Много встречался и с простыми людьми, и с представителями военно-гражданских администраций. В том числе встречался и с Олегом Бойко, подло убитым на днях укротеррористами в Бердянске. И вот по итогу могу свидетельствовать и с уверенностью утверждать, что абсолютное большинство жителей Запорожья, а также ДНР, ОЛНР и Херсонской области, несмотря на колоссальный прессинг и запугивание со стороны украинских властей, искренне жаждут вхождения в состав Российской Федерации. А по сути, возвращения домой. И самый популярный лозунг там сейчас это «Мы один народ». Поэтому и воссоединение с Россией они воспринимают как воссоединение единого народа. И людям, населяющим эти земли, не важно, что потом будут говорить Лондон и Вашингтон, Берлин и Варшава, тем более, что они уже все сказали и сделали. Они пришли убивать жителей Востока Украины, напичкав регион оружием, построив там биолаборатории, обманом и силой заставив поднять оружие брата на брата. Это как раз они и подливают постоянно масло в огонь. Ну а нормальный, естественный, цивилизованный и законный выход на самом деле очевиден и прост. Главные и единственно легитимные решатели того, как жить на своей земле, это как раз те самые луганчане, запорожцы, херсонцы. Простые люди, которых надо самих спросить и дать им возможность сделать выбор, с кем и как им жить. И это за них точно не должен делать ни Зеленский, ни Шольц, ни Трас, ни какой-то живущий на другой стороне планеты престарелый, но жестокий и циничный маразматик. Ну а итогом референдума должны стать новые возможности и в плане экономического сотрудничества, и решения многочисленных социальных вопросов, и, конечно, победного завершения специальной военной операции. Потому что Россия не развязывала войну на Украине, а пришла ее закончить и защитить своих людей, взывающие к ней о помощи. Ну и тут переходим ко второй главной теме – частичной мобилизации. Это было очевидно и, если хотите, ожидаемо. Украина быстро исчерпала свои резервы, особенно в плане вооружения, и давно бы капитулировала, как бы не беспрецедентная по масштабам накачка с Запада и современным смертоносным оружием, и инструкторами, и наемниками, разведданными и экипировкой, финансами и прочими ресурсами. Лишь бы укронацисты не сдались, лишь бы эта прокси-война продолжала опустошать восток Украины и истощать Россию. Откровенно говоря, многие из нас с вами задавались вопросом – не пора ли это заканчивать? И, может, уже начнем таки всерьез? И вот президент России Владимир Путин в среду объявил о частичной мобилизации в стране. Как уточнил глава Минобороны Сергей Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч человек. Это чуть более 1% от 25-миллионного мобилизационного ресурса. Мобилизация коснется отслуживших в армии, в первую очередь тех, кто имеет боевой опыт и военно-учетную специальность. Все мобилизованные перед отправкой в зону военной операции пройдут дополнительную подготовку. Зачем нужна частичная мобилизация? Ну, сегодня уже очевидно, что Россия на Украине противостоит военной машине коллективного Запада. При этом цели военной операции, по словам президента, остаются неизменными – освобождение всей территории Донбасса. И как раз таки мобилизация, как пояснил министр обороны России Сергей Шойгу, проводится для обеспечения контроля уже освобожденных территорий Донецкой, Луганской народных республик, а также частей Запорожской и Херсонской областей. Как известно, мобилизованные получат тот же статус и денежное довольствие, что и военнослужащие по контракту. Аналогичный российским военным статус также получат добровольцы, участвующие в операции, и бойцы подразделений Донецкой и Луганской народных республик. Призывы по мобилизации не подлежат граждане, забронированные в порядке определяемым правительством, временно негодные к службе по состоянию здоровья, многодетные и одинокие отцы, опекуны или попечители несовершеннолетних братьев и сестер, ну и ряд других категорий. А срочка также предоставляется сенаторам и депутатам Госдумы. Вот, этот пункт вызвал не то чтобы резонанс, но скорее то ли ропа, то ли ерничание в обществе. Но тут как ведь? Во-первых, отсрочка не означает, что сам депутат не может пойти добровольно на фронт, и некоторые, кстати, уже записались, как известно. А во-вторых, все же цель не заслать как можно больше необученных военному делу и часто возрастных людей в окопы, а сформировать все же боеспособное войско. Ну и реально у меня, например, больше вопросов вызывает значительная разница в материальном обеспечении мобилизованных. Одни регионы сейчас разово выплачивают сотни тысяч, другие почему-то значительно меньше. Вот такой неразберихи быть не должно, я думаю. Нужен единый подход, ведь мобилизованный, скажем, из Якутии, ни более, ни менее достоин поощрения, чем такой же гражданин из Тула или, скажем, из Москвы. Очевидно, что указ о мобилизации нуждается в детальных разъяснениях теми службами и ведомствами, на которые возложено его исполнение. Скажу, что наш канал пытался получить комментарии от этих структур, но пока тщетно. Хотелось бы, конечно, иметь больше актуальной информации. Ведь когда события разворачивались в режиме специальной военной операции и боевые действия вели силами контрактников, профессиональных военных, то это был один расклад. А когда это уже напрямую в той или иной степени касается десятков миллионов людей, то они, наверное, вправе иметь чуть больше информации. Ну а пока для скорейшей победы, воцарения мира все мы должны сплотиться. Конечно, не все и не совсем согласны. У многих есть и обоснованные претензии и замечания. Кто-то переживает за себя и своих близких. Кто-то видит какие-то организационные недочеты. Это все понятно. Из этого делаются выводы. Это все будем разбирать потом. Но мы должны понять, что сегодня жребий брошен. Назад поворота точно не будет. И потому сейчас нужно целенаправленно, единое движение вперед. А потому хуже нет, когда кто-то, начитавшись цепсошных сайтов, этих вражеских информационных диверсантов, начинает сеять панику, распространять фейки, тем самым подыгрывая противнику. Хуже нет тех так называемых лидеров общественного мнения, знаменитостей, которые зачастую, чтобы пропиариться или сохранить свои зарубежные активы, по сути дела занимают сторону наших врагов. Им плевать на нас, на нашу страну. Они сваливают других государств, гадят оттуда России, при этом быстро понимают, что никому там не нужны, ломятся обратно к нам, пытаются сохранить кураж. Но выглядит все это одновременно и жалко, и отвратительно. Ну и пара слов в завершение. Не так давно, каких-то 77 лет назад, наша страна победила в тяжелейшей войне. Но тогда слова «все для фронта», «все для победы» не были пустым звуком. Это был единый искренний порыв, полная самоотдача. А тех, кто считал как-то иначе, называли не иноагентами, а предателями, со всеми вытекающими. И вспоминали о них чаще всего уже посмертно. Потому мы и победили, что за спинами наших солдат была не гниль, а надежный тыл. Всем оптимизма и выдержки, а нашим воинам крепости духа и всемирной поддержки. Это была колонка главного редактора. В студии был Дмитрий Нечаев. До встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова